Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю очень нежный и сочный медовик по рецепту моей мамы. Приступаем! Итак, в миску я разбиваю яйца, добавляю к ним сахар, сюда же мед и начинаю хорошо взбивать, чтобы у меня получилась пышная масса. Взбивала я около 5 минут, чтобы получить вот такую пышную массу. Теперь я просеиваю небольшую часть муки, соду я гашу уксусом, выливаю сверху на муку и аккуратно лопаточкой ее вмешиваю. Так несколькими этапами просеиваю и вмешиваю всю муку в массу. Вот такая вот масса должна получиться. Теперь тесто мне необходимо разделить на два коржа. Вот у меня две одинаковые формы. По дну разъемной формы я вырезала пергамент и смазала его сливочным маслом. И половину теста выливаю на одну из форм. Распределяю его и выпекаю в духовке разогретой до 180 градусов. Если у вас нет возможности выпекать одновременно два коржа, ничего страшного с массой не произойдет. И вы сможете после первого выпекать второй корж и он также хорошо поднимется. И так отправляю его в духовку. Корж готов, он постоял минут 15-20. Затем я прохожусь ножом по бокам и перекидываю его на решетку. И в таком виде даю ему полностью остыть. Прошло примерно 6 часов после выпекания и коржи можно разрезать. Коржи разрезаю на две равные части. Крем я приготовлю самой простой, сметаной. Для этого в жирную сметану я добавляю сахарную пудру с ванилином и взобью все миксером. Крем готов. Собираю торт. Корж я слегка полью вишневым сиропом. Вишни я готовила в собственном соку и с ними буду готовить и торт. Наношу крем и укладываю вишни. Снова укладываю вишню. Вместо вишни можно использовать и чернослив. Это тоже будет очень вкусно. Укладываю последнюю четвертую половинку коржа, выравниваю и смазываю верх и бока тортом. И в таком виде торт отправляю в прохладное место, чтобы он пропитался и только тогда продолжу украшать его. На пергаментной бумаге я нарисовала соты и аккуратно их вырезала. Посыпаю крошкой из-под печенья. Печенье я брала самое обычное к чаю. И вот такой торт у меня получается. Опять отправляем его в прохладное место. Из мастики я сделала такую основу для пчелки. Черный шоколад я растопила прямо в пакетике и нарисую полосочки. Сделаю глазки и оставлю, чтобы пчелка полностью высохла. Крылышки для пчелок я сделала из вафельной бумаги. И теперь их могу высадить на торт. Теперь торт отправляю в прохладное место, чтобы он пропитался. Торт получается очень нежный и сочный. Все любители меда оценят его по достоинству. Попробуйте приготовить его и вы. И приятного всем аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...